Учителя Севастополя ведения проходят курсы повышения квалификации. В среду, 30 марта, педагоги собрались в Доме офицеров флота, чтобы обсудить актуальные вопросы воспитания подрастающего поколения. По словам исполняющей обязанности директора Департамента образования и науки правительства Севастополя Ларисы Сулимы, задача тех, кто преподает этот предмет детям, сохранять историческую правду и воспитывать в подрастающем поколении уважение к героическому прошлому и любовь к родному городу и стране. Важно, чтобы учитель сегодня имел возможность быть заинтересованным своих учеников, приводить в социокультурную среду, которую дает город Киро-Севастополь. Мы говорили сегодня сейчас с учителями о том, что они действительно с удовольствием водят своих детей на экскурсии. Они проводят свои живые уроки истории в 35-й батарее. Сегодня они будут использовать, идут школьники, вы видите, в дом музея Черноморского флота. Учебная программа «Севастополь-Ведение» была одобрена на заседании Федерального учебно-методического объединения при Министерстве просвещения России. Это первая региональная образовательная программа по истории, которую утвердили на федеральном уровне. Педагоги, работающие в этом направлении, ежегодно проходят курсы повышения квалификации, чтобы сделать уроки по истории города-героя Севастополя более интересными и увлекательными. Здесь у нас в первую очередь собрались учителя, которые ведут предмет «Севастополь-Ведение». Среди них есть, кстати, учителя начальных классов, историки, обществоведы. И наша цель – это создать такое профессиональное сообщество людей заинтересованных, с тем, чтобы они, безусловно, в том числе, обменивались своими мнениями, подходами, новыми формами работы со школьниками. Мы не случайно проводим сегодня вот эти курсы повышения квалификации вне стен традиционных. С курсом «Севастополь-Ведение» знакомы тысячи севастопольских школьников. Он был создан для того, чтобы рассказать молодежи об истинной истории города и преподавался с 1995 года. Благодаря знанию краевой истории воспитываются настоящие патриоты, способные отстаивать интересы своей Родины. В сегодняшних условиях перед педагогами стоит задача преподавать «Севастополь-Ведение» и во внеурочное время использовать, к примеру, музейное краеведение. И мы сегодня говорили о том, что как важно с детьми разговаривать, и чтобы наши дети современные знали не только исторические памятники, не только сохраняли историческую память, но и современную историю Севастополя в том числе знали. Сила нашего народа и миссия образования – это сохранение культурного кода нашей страны, нашей России. Это в первую очередь, чтобы мы всегда знали свою историю, не позволяли ее переписывать, не позволяли его неправильно интерпретировать и, конечно, не давали возможность ее оболгать. Но Севастополь – это патриотическая столица России, и это особая миссия для каждого учителя, который работает сегодня в Севастопольской школе.